Здравствуйте, с вами Мюзик Мак ТВ и я Глеб Крайцер. Это значит вы смотрите очередной выпуск горячих новостей из мира музыкальных технологий. Итак, поехали! Первая новость. Компания Dave Smith Instruments выпустила третий по счёту Eurorack Unit DSM-03 Feedback Module. По заверению производителей, новый аппарат сможет реализовать технику физического моделирования щепка струны Car Plus Strong. Ранее реализованная в предыдущих инструментах компании, таких как Evolver и Profi-12, функция Feedback во многом определила фирменное звучание Dave Smith Instruments. По словам самого Дэйва, главной мотивацией в выпуске данного продукта было предоставить эту функцию и пользователям модульных синтезаторов. Идея заключается в перенаправлении сигнала с выхода устройства обратно через фильтр, что насыщает звук дополнительными гармониками на манер эффекта дисторсии. В DSM-03 Feedback Module данная функция расширена за счёт эффекта Delay. На борту встроенный 4-Pol-фильтр и возможность тонкой настройки тона результирующего сигнала, что позволит как избежать расхождений с тоном обрабатываемого тембра, так и поэкспериментировать с новым звучанием. Движок изделия будет цифровым, однако качество сигнала на выходе будет соответствовать характеристикам 24 бита с частотой дискретизации 96 кГц, что позволит сохранить звук аналогового сигнала без заметных искажений. DSM-03 Feedback Module уже доступен к заказу по цене 275 долларов. Линейка микрофонов Blue Mic пополнилась двумя новыми моделями. Оба аппарата универсальные конденсаторные USB микрофоны Yeti Pro Studio и Snowball Studio. Новинка номер раз – Yeti Pro Studio. Аппарат обладает тройным запатентованным проприентарным конденсаторным капсулем, что позволяет менять режим направленности микрофона. Данная функция управляется с помощью переключателя на корпусе и позволяет переводить микрофон в режим кардиоида, стереорежим, омния или режим 360 градусов и бинарный режим, который отечественные коллеги называют восьмеркой. На борту также имеется аналоговый контроллер уровня входного сигнала и вход для наушников. Встроенный аналогоцифровой преобразователь работает с частотой дискретизации 192 кГц и битностью 24. Snowball Studio – подкастовый USB микрофон с двойным конденсаторным капсулем. Подобно предыдущей модели, имеет возможность переключения режима направленности между омния режимом и двумя кардиоидами, обычной и с понижением входного сигнала на 10 дБ. Набортный аналогоцифровой преобразователь работает с частотой дискретизации 44 100 кГц и битностью 16. Софтверная компания Dialog Audio выпустила новый плагин, призванный склеить пропасть между виртуальными рабочими станциями и железными синтезаторами. Загадочный аппарат называется Modulation Processor 3244. Виртуальный прибор включает три низкочастотных генератора, два слоуп-генератора, а также три генератора огибающих. Волна модуляции наглядно представлена на графическом дисплее и позволяет тонко настроить все нюансы контрольного сигнала. Факт работы программы из хоста DAW гарантирует полную синхронизацию с текущим темпом проекта. Контрольный сигнал может транслироваться как по MIDI, так и по CV посредством аудио-выходов вашего аудиоинтерфейса. Propeller Heads объявила о выходе второй версии встроенного в Reason аддитивного синтезатора Parsec. В Parsec 2 появится 35 новых звуковых генераторов, включающие алгоритмы ресинтеза и звуковые таблицы. Также появится возможность графического изображения кривых огибающих для модуляции фильтра, высоты тона и многого другого. Интерфейс инструмента теперь позволяет забивать источники модуляции посредством перетаскивания на манер старого, доброго Native Instruments Massive. Для демонстрации новых возможностей в предустановленные банки добавлено 200 новых пресетов. Кросс-платформенный виртуальный модульный синтезатор Audulus обновился до версии 3.3. Для тех, кто не в курсе, Audulus – это программный модульный синтезатор, который присутствует на всех платформах, кроме Android. То есть его можно запустить как на iPhone, так и на WinD и Linux. В новой версии был полностью переработан синтезаторный движок. Добавлены новые аналогомоделирующие фильтры. Интерфейс оснащен более удобными средствами поиска по патчу. Добавлены сотни новых модулей. Также версия 3.3 сопровождается новыми видеоуроками. А теперь новости мобильных приложений. Компания Numerical Audio выпустила новое приложение для iPad, позволяющее превратить ваш планшет в продвинутый ревербератор и добавить психоделического пространства в вашу музыку. RF1 – это алгоритмический ревербератор, обладающий помимо красивого интерфейса пятью имитирующими разные пространства движками, среди которых вы найдете Hall, Plate, Assemble Verb, Tremolo Verb и Vintage Verb. Программа может запускаться в режимах. Audio Bass – позволяя обрабатывать входящий сигнал с внешних устройств и внутренний, с других приложений. Inner App – как плагин в GarageBand и других планшетных DAW. Наконец, как Audio Unit версии 3 в DAW на вашем Mac. Неугомонный Team Exile продолжает неистоствовать с разработкой необычных программных обработок. На этот раз он выпустил эффект задержки с бесконечным затуханием. Казалось бы, в Slow нет ничего необычного, и подобного эффекта можно достичь с любой другой обработкой. Но интерфейс прибора устроен настолько лаконично, что желаемого можно достичь и в два клика, избежав долгого программирования. Распространяется виртуальный прибор совершенно бесплатно. Все, что требуется, это подписаться на обновление артиста, и вы на пути к созданию передовых экспериментальных эймбинг-треков. Новости из мира музыкального краудфандинга. Компания Maglev Audio объявила сбор средств на производство левитирующего проигрывателя виниловых пластинок. Конечно, левитирует не сам проигрыватель, а только вращающийся вал. Тем не менее, продукт выглядит очень впечатляющий. По словам разработчиков, принцип магнитной левитации позволит сгладить все ненужные резонансы, против которых насмерть бьются разработчики хай-энд техники. Также, из неочевидного, проигрыватель обладает встроенным UPS, то есть аккумулятором со стабилизатором входного напряжения. Наличие последнего логично, поскольку весь инновационный лоск будет смотреться крайне комично при непредвиденном отключении электричества. Аппарат будет выпускаться в двух вариантах – черном и стилизованном под дерево. Последний будет дороже. Если компания по сбору средств наберет вместо положенных 300 – 400 тысяч долларов, то будет еще выпущен проигрыватель стильного белого цвета. Цена на изделие начинается от 780 до 940 долларов США. Новости из мира культуры. 14 числа вышел новый альбом небезызвестного BT с многозначительным названием «Нижнее подчеркивание». Брайан Трэнси по-настоящему многогранный артист, демонстрирующий бескомпромиссную любовь к музыке во всех ее проявлениях. Так, в 90-е он прославился забойными брейкбит-треками, засветившимися в саундтреках ко многим голливудским блокбастерам. Чуть позже, в нулевых, он уже пел в коллаборации с Армен Ван Бюреном. Альбом This Binary Universe был воплощением всего самого лучшего, что мы ценим в американском IDN нулевых. Также, в содружестве с компанией iZotope, он выпустил несколько плагинов, среди которых инновационный процессор эффектов Stutter Edit и драм-машина Break Tweaker. Новая работа, судя по синглу Artifacture, ничем не уступает предыдущим альбому и сочетает в себе переплетение атмосферных текстур и филигранных кликан-катс перкуссий. С вами был MusicMagTV, я Глеб Крайцер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте хорошие отзывы. Всем пока!